Наибольший вред оказывают мошенники, которые действуют в составе организованных преступных группировок. И хотя таких в общей массе всего 30%, они наносят серьезный ущерб страховым фирмам, их клиентам и экономике региона, отмечают эксперты. От мошенничества страдают все, не только те, кто оказывается объектом мошенничества, но и все потребители услуги. Так как противодействуя мошенничеству, необходимо усложнять процедуры, что приводит к тому, что людям кажется затяжким или бюрократическим действием. А во-вторых, это, естественно, и удорожает эти процедуры, потому что чем они больше, чем они сложнее, тем они дороже. Борьбой с этим видом преступности активно занялись в Российском Союзе автостраховщиков. На основании заявлений организации за 2021 год возбуждено 30 уголовных дел, часть из которых завершилась судебными решениями. Вместе с тем, Союз приводит данные о повторяющихся случаях мошенничества в Ростовской области. Представители объединения считают, что в регионе действует группировка злоумышленников, наживающихся на незаконных страховых выплатах. По их мнению, она может быть связана с другой ОПГ, деятельность которой пресекли в Донском крае ранее. Тогда задержали пять человек, которых уличили в изготовлении фиктивных документов о повреждении транспортных средств. Согласно материалам уголовного дела, нанесенный ущерб составит 14 миллионов рублей. В свою очередь, специалисты советуют в случае возникновения спорных ситуаций на дороге обращаться в страховую компанию и госавтоинспекцию. Если же возникнет подозрение в мошенничестве, сообщить в полицию.